Друзья мои, как родилась идея именно такого протеста, который вы потом предприняли 25 числа на Красной площади? Наталья Евгеньевна. И ни на одну из этих демонстраций я не ходила, потому что я чувствовала, что для меня это неестественно. А тут, как только я об этом узнала, я поняла, что у меня просто нет другого выхода, что я должна выйти на демонстрацию. Так у меня, я просто это чувствовала, как просто неизбытность. Мужчим сказать, что первая неизбытная демонстрация в Советском СВАЗе конала 5. просинка 1965. Это было виручное приятие такз. сталинской установки в 1936. А та демонстрация се конала под hesлем «Додржуйте свого уставу». Демонстрация се конали вжди 5. просинка. Конали се и у jiných příležитостей далші независленные демонстрации. Конали се вшли на Пушкинове нáměсті в Москве у Пушкинова помніку. На жадную з тих демонстраций jsem не шла. Не внімала jsem это как нечто про себе прирузене. Але при той удалости jsem si нахле уведомила, что теперь мне нужно выйти на то нáměсті и демонстрировать, что здесь нет другого выхода. Павел Литвинов. Я тоже, как и Наташа, небольшой любитель ходить на демонстрации. Мне как-то сейчас даже странно, что я стал знаменит именно своим участием в демонстрации, потому что это, в общем, для меня неестественный поступок. Мы всё время боялись, как я уже сказал, вторжения советских войск в Чехословакию. И несколько раз мои друзья, такие как Толя Кобсон, Костя Бобицкий, говорили, ну, если они войдут в Чехословакию, тогда надо выходить на улицу. То есть где-то было чувство, что именно это переведёт предел, после которого надо выходить. И поэтому где-то это уже носилось в воздухе в нашем небольшом кругу. И я как-то был тогда в центре событий, и мы, когда разговаривали с Ларисой Богорасой, естественно было сказать, где демонстрировать против политики советского правительства, против вторжения в Чехословакию. Конечно, на Красной площади, потому что Красная площадь была официально местом, где советские люди должны были выражать своё одобрение советской политике. И вот поэтому это было естественным местом протеста. И как бы это прошло волной через всех наших друзей, что надо именно там демонстрировать. Я, подобно как Наташа, нечем жадный великый прізнивец демонстраций. Такое это про себя поважаю за не изцела прирузене. Просто не в моей натуре. И я это парадоксно, что я набил таковые прослулости тим, что я участвовал некие демонстрации. Как я уже говорила, мы спору с мими прятели мы собрали обуви, что бы могло к тому военно-впаду военно-впаду. А когда мы о том говорили, то некоторые мои прятели, как Толия Яковссон или Костя Бабицкий, говорили, что если он дойдет к тому военно-впаду, то нужно будет выйти на улицу. Если бы это какого-то хранителя, таковая мезь, которая будет прекращена, так и мы должны выступить. Уже перед тем мы говорили между Ларисом Богоразовым о том, где бы се минулся демонстрировать. А здалося зцела прирузене, что мы можем демонстрировать так на Рудем-намместі. Рудем-намместі Виктор Фейнбарк. Когда я приехал на работу в музей, в Павловский музей, старушка-уборщица уже сказала, что будет Третья мировая война, спроси у милиционера, что будет. Он все объясняет. Это ужасно. Мне не разрешали водить иностранцев, как экскурсоводу. За мною следили уже давно. Сравнительно. Но в этот раз была паника. И меня дали водить поляков. После экспозиции, после всех залов, надо было заключение делать. Конечно, патриотическое. Я сказал полякам. По-моему, это были моряки. Дело в том, что это был музей Павла I все-таки, сына Екатерины II, конец XVIII века, после раздела Польши. Я сказал, это было позорное время для истории нашей страны. Когда наша армия вторглась в пределы братского славянского государства, лишила ее его независимости. И это пятно никогда не изгладится из нашей истории. Я заметил, что за поляками стояли чешские студенты. Второй секретарь Ленинградского обкома партии послал их туда. Это были туристы, студенты. Для того, чтобы как-то их отвлечь от того, что случилось. После этого ко мне подошла одна девушка, чешка, сказала, мой друг хочет с вами поговорить. Я спустился на крыльцо вниз. Он спустился тоже. Это был молодой парень, чех. Он сказал, что вы думаете делать? Я сказал, я уверен, что мои друзья устроят демонстрацию в Москве, потому что нет, это единственное, что мы можем сделать в этих условиях. в Москве. Вот. И он сказал, не надо, вас посадят. Я сказал, я буду чувствовать себя свободнее в тюрьме, чем сейчас, поскольку я гражданин Советского Союза, на моих плечах часть этого позора. Я был совершенно уверен, и поэтому на следующий день я поехал в Москву. Спасибо. Я доставил до Павловского палата или музея, а там старая украшка мне сказала, что будет третья святая война. Там уже о том мунил милиционар. Я наступил до праше, а мне не пустят цизинцы. Уж някакую добу я был следован, но был таковый зматок и так мне прислали, чтобы я проведил скупину Поляков. Я проведил экспозицию, а когда мы прошли всю экспозицию, так мило на завершу следоват таковое завершенное слово, властенецкое. Полякова я упозорил на то, что этот палец был палец царапа Павла I, сына Катерины, то есть это был конец 18. столетия, когда тесно претеное было три дилене Полска. Я сказал, что это было наше обновление истории русского стата, что наше войска впадла до братрске славанского стата, чтобы забранили людям успокоить свои вещи сами. Я сказал, что это скврна, которая не может сметь. Я видел, что за поляки стали чешские студенты. Второй таймник областного ленинградского области зашел экскурзи, чтобы ее отверли от того, что это также пришла одна чешка и сказала, что мое знание было под палец мл. чехи мл. чехи сказал, что надо делать. Я сказал, что мои мл. мл. чехи мл. 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 мл.